Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Галина Булгакова. Смотрите выпуски. Порядка 100 новых законов приняла Окружная Дума в 2016 году. Сургутские коммунальщики оставили многодетную семью без электричества в 50-ти градусный мороз. Завершился чемпионат Сургута по волейболу. Итоги работы Окружной Думы в 2016 году подвел ее председатель Борис Хохоряков. В уходящем году региональный парламент провел 11 заседаний, на которых было принято 116 законов и 359 постановлений. Одним из главных документов спикер назвал закон о бюджете. В течение года он четырежды пересматривался, а в итоге по исполнению дефицит казны региона удалось снизить на 4 миллиарда рублей. Основная часть введенных законов в уходящем году касалась социально-экономического развития Югры и улучшения качества жизни людей. Речь идет о строительстве детских садов, школ, дорог и жилья. Осталось еще построить детские сады для детишек в возрасте от полутора до трех лет. И если говорить о задачах на ближайшую пятилетку, то это, конечно, задача основная будет уже не строительство детских садов, а строительство школ. Потому что та задача, которая перед нами стоит, она поставлена губернатором Югры, она поставлена в рамках страны президентом Российской Федерации. Нужно, чтобы все дети учились в одну смену. Для этого нам в течение ближайших семи лет нужно построить как минимум 64 школы. Говоря об изменениях в бюджетной сфере, спикер окружного парламента назвал важным шагом повсеместное внедрение персональных сертификатов. Сейчас они применяются для дошкольников в Югре, а родители сами определяют, в какой садик отправить ребенка. Также в следующем году будет действовать сертификат школьника, через который ребенок будет получать дополнительное образование в спортивных секциях или кружках. Кроме того, вводится сертификат для инвалидов на получение технических средств реабилитации. В этом году народные избранники поддержали наличие льгот на уплату транспортного налога для представителей коренных и малочисленных народов Севера, а также льготных категорий населения, в первую очередь для инвалидов. Мы в текущем году продлили действия югорского семейного капитала до конца 2018 года. И сумма выплат по нему составляет 116 тысяч рублей. В Югре ежегодно рождается больше 27 тысяч юных югорчан. Я считаю, что это такая хорошая мера поддержки многодетных семей, потому что такую меру получают те семьи, у которых родился третий или последующий ребенок. В Сургуте произошло возгорание в автосалоне «Лада» на 30 лет победы. Инцидент случился во вторник. Очевидцы наблюдали дым, который шел с крыши строения. На место вызвали пожарных. На сигналы по повышенному рангу выехали экипажи из различных частей города. После прибытия первых подразделений и визуального осмотра остальным дали отбой. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Очаг находился под обшивкой кровли здания. Впоследствии ЧП ликвидировали 15 человек личного состава. Дежурили бригадой скорой помощи и полиции. Всех людей, находящихся в этот момент в здании, эвакуировали. Установят конкретно дознание причин. Здесь находится газовая котельная, пристроенная к данному зданию. Поэтому, возможно, это короткое замыкание, возможно, это перегрев труб. Это уже не наша компетенция. Но, тем не менее, утеплитель кровли и материал кровли. Сводный отряд полицейских Югры вернулся из служебной командировки с территории Северокавказского региона. Торжественная встреча стражей порядка состоялась во вторник утром на Сургутском ЖД вокзале. Тему продолжит Ольга Нахаева. На перроне Сургутского вокзала среди толпы вдаль всматриваются десятки горожан. Все они с нетерпением ждут приезда любимых и родных. Из полугодовой командировки возвращается сводный отряд полиции округа. Наталья Колб, жительница Когалыма, приехала в Сургут, чтобы встретить сына. В сводном отряде 116 оперативников, участковых полиции, автоинспекторов, кинологов и других специалистов. Их собрали практически со всех городов и поселений Югры. Этим утром они вернулись домой из Каспийска. В торжественной обстановке особо отличившихся наградили почетными грамотами и памятными подарками. В преимущественно мужском коллективе есть и представительницы прекрасного пола, которые столь же самоотверженно обеспечивали безопасность отведенного региона. Ангелина Песняк осталась под приятным впечатлением от командировки. Впечатления незабываемые. Очень тяжело, но хорошо. Понравилось. Работать можно. Службу пронесли достойно. Рады приехать домой перед Новым годом, увидеть семью, деток. И так все хорошо. Отряд хороший, все молодцы. Ханты-Мансийский округ лучший. На протяжении шести месяцев полицейские выполняли оперативно-служебные задачи в Северокавказском регионе. Там югорские специалисты завоевали доверие, авторитет за счет высокого профессионального уровня. Руководство Лагестанской республики очень довольны тем, ну, под большим счетом, это помощью в охране общественного порядка. Там же есть дислокация собственная. Просто из-за того, что там совершенно напряженная обстановка, а со всей России туда посылают сводные отряды. И я знаю, что оценки самые-самые положительные. Ребята с честью выполнили свой долг и никаких нареканий к ним нет. С 2000 года сотрудники органов внутренних дел округа выполняют задачи по обеспечению правопорядка в Северокавказском регионе. Но со следующего года югорчан командируют в Ярославскую область. В какую следующую точку отправятся бойцы Югры, станет известно после соответствующего распоряжения министерства. Ольга Нахаева, Виктория Дрягина, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Оставили без помощи в 50-ти градусный мороз. Аварийная служба одной из управляющих компаний отказалась направить бригаду электриков на вызов сургутской многодетной семьи по причине долгозакоммунальной услуги. Насколько законны такие действия и можно ли оставлять людей на произвол судьбы в период аномальных морозов? Виктория Дрягина разбиралась в проблеме. Сургутянка Елена Петрова была дома вместе с тремя своими детьми, как вдруг у них обесточилась вся квартира. Периодическое отключение проходило и раньше. Семья решала эту проблему самостоятельно, перезапуская щиток или с помощью специалистов. Но на этот раз автомат не реагировал ни на какие манипуляции. Хозяева дома обратились в аварийную службу, где столкнулись с отказом в помощи. Причем коммунальщиков не остановил и тот факт, что за окнами минус 50 градусов по Цельсию. Она стала смотреть по адресу, что у нас задолженность за коммунальные услуги. Хотя у нас задолженности нет, никогда мы не являлись злостными неплательщиками. Задолженности не было. Я с ней не согласилась, пыталась, чтобы она прояснила ситуацию. Она сказала, что я не вижу. Я вижу, что у вас задолженность. В связи с этим аварийную бригаду я вам направлять не буду. В диспетчерской пояснили, что якобы задолженность свыше 25 тысяч рублей и стала причиной отказа. В квартире с несовершеннолетними детьми растерянная Елена более пяти часов находилась без электроэнергии. Многочисленные звонки и разбирательства не приносили результата. По словам диспетчера, решение об отказе было согласовано и принято самим директором аварийной службы. Спустя время глава семьи восстановил электричество. Директор аварийной службы в итоге подтвердил ошибку своих специалистов. Долго у семьи нет. Любая аварийная ситуация, любая внештатная ситуация, она никак не должна быть связана с задолженностью. Если я вызываю скорую, у меня же не проверяют задолженность по квартире или пожарную, что они должны будут зайти посмотреть задолженность. Они должны приехать, устранить первоначальную проблему. Это аварийная ситуация. Я поэтому обратилась в аварийную службу. По словам хозяев, квартиры препятствием до службы могли стать сильные морозы. В этот день была зарегистрирована самая низкая температура – минус 50 градусов. Хотя буквально накануне был создан городской оперативный штаб по организации «Бесперебойные работы в морозы». Инструктаж проводили с предприятиями, обеспечивающими город тепло, водой и энергоресурсами. Коммунальщики уверяли, что эти организации, а также аварийные службы Сургута, готовы к устранению неполадок, связанных с низким температурным режимом, и в любом случае отреагируют на призыв о помощи. В каждой организации есть созданные аварийные бригады на случай возможных, возможных чрезвычайных ситуаций, а также бригады по предотвращению возможных аварийных ситуаций. Видимо, поручения представителей власти распространяются не на все компании. Общественники, которые не первый год ведут мониторинг в сфере предоставления коммунальных услуг, отмечают, что подобных ситуаций в Сургуте раньше не возникало. Этот собственник жилого помещения должен был составить совместно со своими соседями акт и написать заявление в управляющую компанию, зафиксировать, позвонить на другое утро и спросить номер входящего их заявления. Если управляющая компания не реагирует на их заявление, у нас в городе еще помимо этого заявления не могли бы написать в виртуальную диспетчерскую, которая работает, и обратиться в департамент городского хозяйства. Правила и нормы, регулирующие объединенные диспетчерские и аварийные ремонтные службы, утверждены в постановлении госстроя. В случае их нарушения организации могут нести административную ответственность. По словам юристов, в документе не предусмотрены условия, при которых службы могут отказать в устранении неполадки. Таким образом, ни финансовая задолженность, ни погодные условия не должны препятствовать их работе. Управляющая организация обязана была, во-первых, зафиксировать поступивший звонок, причем учет должен вестись круглосуточно, то есть информация должна быть в журнале, и плюс ко всему выехать и устранить эту неисправность в течение трех часов с момента поступления. Сейчас заявление о Петровых находится в прокуратуре города. Результаты расследования прокуратуры будут известны только после новогодних каникул. Виктория Дрягина, Денис Зонов, Сургут.Интерновости. В Сургуте завершился чемпионат города по волейболу. Под занавес календарного 2016 года спортсмены определили сильнейших. Во второй подгруппе за медаль боролись 13 коллективов. В итоге, как и годом ранее, первыми стали представители ГТС, сереброу, с дюс-шор номер один, бронзу завоевали спортсмены из поселка Федоровский. В элитном дивизионе званий чемпиона оспаривали 8 команд. Все они показывали достаточно высокий уровень волейбола, а за три первых места до последнего тура шла ожесточенная борьба. На подиуме в итоге оказались Локомотив и Сургутский госуниверситет, ставшие вторыми и третьими соответственно. Чемпионом стала команда Аверс. Это инвалиды по слуху выигрывают чемпионат города полноценный, где играют и бывшие игроки супер, и высших лиг, где играют два университета, где играют волейбольные монстры, Сургут-Нефтегаз и Сургут-Газпром. В очередной раз мы доказываем, что мы по правильному пути двигаемся. Для команды Аверс этот год стал успешным. Месяц назад волейболисты с нарушением слуха Центра адаптивного спорта Югры завоевали золото Лиги чемпионов. Это международные соревнования по волейболу среди глухих и слабослышащих спортсменов. В первом матче с командой Германии югорчане одержали победу со счетом 3-0, вторая встреча с Турцией закончилась со счетом 3-2, а в третьей игре наши волейболисты уступили украинцам в пяти партиях со счетом 2-3. В полуфинале наша команда попала на сборную из Новосибирска. Ее игроки составляют основу сборной России. Сильнее были северяне, одержав победу в трех партиях. В финале нашей команде противостояли украинцы. Повели у них 2-0, они сравняли счет 2-2. Сценарий полностью повторялся. Прошлогодняя Лига чемпионов в Брюге, где мы тоже 2-0 вели и 3-2 проиграли. Но здесь ребята меня сами успокоили, сказали, что не волнуйтесь, мы уже опытные, второй раз такая ситуация не повторится. И в принципе в пятой партии вообще борьбы не получилось. Мы сразу же ушли в отрыв и 14-7 был счет. Волейбольный клуб «Газпром Югра» конец этого и начало следующего года проведет в тренировочном режиме. У команды запланирован только один выходной – 31 декабря. А уже 1 января все спортсмены вновь встретятся в зале и продолжат подготовку к старту в Кубке ЕКВ. 3-го числа «Газпром Югра» отправляется в Грецию, где 5 января состоится матч сургутян против Олимпиакоса. С этим клубом «Газпромовцы» встречались в прошлом розыгрыше трофея. Но за это время в составе греков произошли существенные изменения. Поменялся, во-первых, главный тренер, изменилась полностью концепция игры, изменился на 60% состав. Появился новый диагональный, новый доигровщик, центральный игрок. То есть обновления достаточно приличные. И это, в принципе, совершенно новая команда в этом сезоне. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. Больше новостей по адресу indifestnews.ru Всего доброго, до встречи. Умные? Умные? Да, умные. Матрас «Хилдинг Экс Про» — это более 2000 пружин, пена с углем бамбука и дышащие 3D-материалы. «Хилдинг Андерс» — зарядись для жизни. Матрас «Хилдинг Экс Про» со скидкой 20%. Меховой салон «Любимая шубка» поздравляет с наступающим праздником и приглашает за новогодними скидками и рассрочкой по новому адресу торговый центр «Квадро» на перекрестке Магистральной и Кукуевицкого. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный изумруд, сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем и с хорошим настроением остаются нас совсем. Готовьтесь к празднику прямо сейчас. С магазином детской одежды «Камот». Яркие карнавальные костюмы и восхитительные праздничные платья. Диадемы и украшения в магазине «Камот». Лучшие матчи НХЛ. Эксклюзивно на каналах «Евроспорт». Смотри «Евроспорт» в метросети. И выигрывай фантастические призы. Евроспорт.метродефиссет.ру Обувные салоны «Жета» представляют новогоднюю коллекцию. Праздничные туфельки и босоножки на шпильке и танкетке. Невероятных расцветок с декором и без. Любимая классика и яркий модерн. «Жета». Выбирайте лучшее. Одно и двухкомнатные квартиры в современном московском жилом комплексе «Альтаир». Экономия на ЖКУ до 30%, трехуровневый паркинг, детская игровая площадка, автономное горячее водоснабжение. Жилой комплекс «Альтаир» – это выбор современного человека. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, дробь 2, телефон 3763-77. Здравствуйте. Информация о погоде на 28 декабря. В студии Дина Кристи. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Вот тебе алмак, чтоб суставы не болели. И я алмак купила. Ничего, здоровье лишним не бывает. Алмак-01 – когда нужно снять воспаление, усилить кровоток, избавиться от отека и боли. Последний месяц низких цен на Алмак-01 в магазинах «Медтехника», аптеках «Фармадом» и «Фармакопейка». «Еломет». Последний месяц низких цен на Алмак-01 успейте купить в аптеках города. Алмак-01, пожалуй, лучший подарок к Новому году. Погоду в Западной Сибири по-прежнему определяет Атлантический циклон, оказывая аномально теплое влияние и подбрасывая в регионы массивы облачности и новые порции снегопадов. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 7, минус 12. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В салонах обуви «Саламандр» скидки от 20 до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. Дед Мороз идет! Скидки нам несет! Праздник приближается, ценники снижаются! Подарки под елку по самым выгодным ценам. Выбирай и забирай только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть день наполнится радостными впечатлениями. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова